Приветствую вас! Вы знаете, вот несколько странно выглядит ситуация, Юля, при которой вы говорите, что не чувствуете себя нужной, вот, но при этом у вас есть ребенок-инвалид, которому, собственно говоря, вы нужны, и тут у меня, если честно, возникает вопрос. Вы, как никто другой, нужны своему ребенку, почему же вы не чувствуете себя нужной? Я понимаю, что речь идет про гендерную позицию, я понимаю, что речь идет про гендерную, так сказать, ситуацию, вот, я это прекрасно понимаю, а вот, но все равно хотел бы этот момент прояснить. В целом, знаете, от вашего сообщения очень сильно веет некой такой жертвенностью, что с вами все плохо, что у вас все плохо, и что с вами очень несправедливо поступили. В целом, я рекомендовал бы вам изучить треугольник Карпмана для лучшего понимания своей психологической позиции в данном случае, потому что речь вообще-то идет о достаточно серьезных вещах, таких, например, как то, что вы здесь позиционируете себя как жертву мужа своего, как тирана, а другого мужчину как спасителя, и вот спаситель вас перестал спасать, и вы остались одна. Собственно говоря, я не увидел в вашем тексте полагания на себя, на свои силы, вот, и я не увидел в вашем тексте некой такой личной ответственности за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Напротив, я увидел постоянный запрос к помощи, ожидание этой помощи, ожидание спасения и так далее. Это очень важный момент. Итак, помогите мне, пишите вы, чем помочь, нет сил больше, на что ваши силы уходят. Мне 29 лет, я замужем. Ну, опять же, вопрос, да, вы замужем, у вас есть проблемы в семье, и вы, значит, не решая проблемы в семье, вы, значит, ищете мужчину на стороне. То есть это тоже в некотором смысле личная безответственность по отношению к себе, по отношению к ребенку и по отношению к мужчине, с которым вы живете. То есть, ну, если вы, например, ну, допустим, испытываете чувство к другому мужчине, то совершенно очевидно в этой ситуации, что у вас проблемы в семье и проблемы в семье не встречаются. Либо гармонизировать отношения, либо расходиться. То есть принимать какое-то решение, надо делать выбор. Дальше. У меня ребенок инвалид, мы 4 года, мы с мужем вместе почти 8 лет. Много с ним пережили, но мы любили друг друга. А я не знаю, как уже теперь, что изменилось, что произошло. Самое главное, что вас объединяют с мужем. С появлением особенного ребенка жизнь, естественно, поменялась с мужем непонимания ссоры и разногласия. Смотрите, в ссорах, в непониманиях и разногласиях участвуете в том числе и вы. И если вы не хотите, чтобы были ссоры, разногласия и непонимания, то вам необходимо скорректировать свое поведение, поменять его. И тогда все может измениться. То есть вы здесь не учитываете своего собственного вклада в разногласия, ссоры и непонимания. В этот момент, пишите вы, я словно осталась одна. Я осталась словно сама. Одна с проблемой. А так не должно было быть, Юля? Что вы видите плохого, именно плохого, негативного в том, что вы остались одна с проблемой? Проблема, я так понимаю, это ребенок, но проблема ли ребенок? Вот в чем вопрос. Казалось мне, что я уже никогда не буду счастлива. Жизнь кончена. Вот мне кажется вам, что здесь некая такая патетичность, пафосность небольшая, что казалось, я уже никогда не буду счастлива. А вам для счастья нужно быть не одной, вам для счастья кто-то нужен. Юля, как это у вас работает? От чего зависит ваше счастье? Почему? Как получается, точнее, что ваше счастье зависит от кого-то другого, от людей, например, вокруг вас? Я стал искать специалистов, помочь своему сыну. Опять же, к вопросу, да, о том, что вы ему помогаете. Какая мотивация здесь помочь? Как вы относитесь к своему ребенку? Почему ребенок вас не делает счастливым, даже несмотря на то, что он особенный? Так, тут все и произошло. Я влюбилась в того самого врача своего ребенка. Он тоже женат, старше меня на 25 лет, он единственный, кто меня поддерживал, помогал мне, я почувствовал себя нужным. Не кажется ли вам, что ваша влюбленность здесь произошла на фоне того, что вам не хватало и на фоне того, за что вы не готовы и до сих пор не готовы брать личную ответственность? Вы бежите снова почувствовали себя нужным. А ребенку вы не нужны. Дальше. Потом оказалось, что я и я ему нравлюсь, у нас у нас стояла встреча одна другая, он был безумно нежен, обходить мне все то, чего мне не хватало. Юля, а опять же, давайте ответить себе на вопрос. Как получается так, что вам не хватает нежности и обходительности? Вот именно вашей психологической реальности. Как так получается? Прошло время, он стал холоден, его словно подменили. Ну, это нормально, если отношения не развиваются, они не развиваются, потому что он женат. Он женат тоже. Они не развиваются, потому что он старше вас на 25 лет. Это скорее здесь уже невозможность воспринимать вас как равноправного партнера отношения к вам как к дочери. И может быть здесь у вас нуждаемость как раз таки в отце, не в мужчине, в отце, а в защищенности. То есть тут надо бы поработать именно с личными границами, Юля. Дальше. Я знаю, у меня нет никакой перспективы с этим человеком, но я был счастлив и оказалось, что так уже будет всегда. Юля, вот знаете, у вас вначале вы пишете, что казалось мне, я уже никогда не буду счастлив, а потом вы пишете, что я была счастлив и казалось, что так будет всегда. То есть не кажется ли вам, что у вас вот слишком быстро меняется и слишком много кажется? Слишком много об вас как будто бы не зависит. Вследствие чего вы испытываете тревожность и нуждается в защите, потому что многое в вас зависит от других людей. Только вот забываете вы о том, что сейчас от вас зависит еще и ребенок. И ему, как никому другому, нужна стабильная мама, уверенная в себе. И четко идущая к своей цели, независимая. То есть такое ощущение, что у вас здесь проблема немножечко с приоритетом. Вроде бы вы и ищете ребенку специалистов, но с другой стороны... То есть нет, я не говорю, что вы должны быть монахиней и не встречаться с мужчинами. Нет, конечно же, вы имеете на это полное право. Но в данном случае проблема здесь в том, что ваше счастье зависит от внимания мужчин. Причем в данном случае фактически вы изменяете своему мужу. То есть не решаете проблемы в ваших взаимоотношениях с семьей. Я пытался с ним поговорить, он лишь ответил, что все хорошо, я только все придумываю. Но я же чувствую, что все не так, как раньше. Но опять же, если вы чувствуете, то от чего боль? Мне с кем поделиться, что мне делать, подскажите, неужели это конец? Что делать, чтобы что? Конец чего? Опять же. То есть не кажется ли вам, что вы здесь опять же уходите в некий такой пафос? То есть гипербол. Неужели он воспользовался мной? Ну, вы сами позволили это развенять? То есть вы, вступив в отношения с мужчиной в браке, будучи самым не в браке, простите, на что рассчитывали? Как хватает совести, зная мою ситуацию? Ну, здесь, мне кажется, вы немножко не в том контексте направляете свои мысли, потому что, как повторю, вы игнорируете свою собственную ответственность. Вы игнорируете свою собственную ответственность за то, что произошло. То есть вы сами позволили всем этому ответственности? Вот если бы мужчина развелся со своей женой, тогда бы, да, ну, у вас были бы основания полагать, что он вам не воспользуется. А так? Чего вы ожидали? Совсем понятно. Что мне делать? Чтобы что? Что делать с ним? А что вы можете с ним сделать? Юлия. Я думаю, что вам нужно разобраться в себе, вам нужно спокойно, последовательно разобраться в себе, определиться с приоритетами, решить проблемы в семье и дальше уже из этого исходить. Мне кажется, вы хаотично за все хватаетесь, хаотично пытаетесь встречать свои проблемы, проблемы ребенка, отношения строить. Так у вас, к сожалению, кроме неудач ничего не получится. А повторюсь, от вас зависит еще и ребенок, которому нужна здоровая, стабильная мама. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.